Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Как мы анонсировали, сейчас с нами на связи будет депутат Сейма Эвиа Папула, господа Папула. Добрый день. Доброе утро. Да, доброе утро. Да, вот я знаю, что вы довольно активно работаете и в комиссии по образованию. Все-таки все, что связано с образованием, это ваше такое направление работы. Сейчас, конечно, в пандемию очень сложно всем учителям, школьникам. Я знаю, что вы неоднократно предпринимали попытки изменить, скажем так, действия правящей коалиции, правительства. Может быть, вы бы прокомментировали сейчас ситуацию. Вы сторонник какой вот концепции все-таки постепенного, не знаю, выхода школьников? Вот есть, как мы знаем, министерство предлагает эти два варианта А, Б, С, когда эпидемиологическая ситуация позволит. Как вы все это оцениваете? Спасибо вам за приглашение и возможность. И я, наверное, отвечу на вопрос сначала одним предложением, что ясно, что любой страны, любой министр образования и науки хочет, чтобы ученики вернулись в школу как на нормальное учебное, в учебном процессе. Это их работа. И, с одной стороны, плачевно, что у нынешнего министра образования и науки Латвии это не удается, хотя она, ну, довольно устойчиво требует это, но, наверное, вопрос в качестве предложений. Во-вторых, то, что есть варианты А, Б, С, Д, это, с одной стороны, хорошо, если бы это было только как пример, как пример для работы школы, чтобы все-таки школа могла выбрать свой путь, свой вариант. То есть, может быть, и варианты X, Y и Z, например, чтобы школа могла это сделать. Ясно, что в сентябре все равно каждая школа будет готова, и у них будет свой режим дня, свой распорядок дня, свой распорядок и план обучения для каждого класса, и, может быть, и для почти каждого ученика, если эта школа поменьше, то это возможно. Такие общие движения могут быть. Ясно, что учеба, ну, должна быть не удаленно, но в нормальном процессе, но в то же время ясно, что пандемия, если мы смотрим на цифры, что происходит в Европе, в Европейском Союзе, она никуда не ушла, она все равно рядом с нами. И я бы хотела, чтобы школа могла выбрать свой путь и посмотреть, как работать. Ну, такие несколько идей, там обязательно работать на улице, или есть в Риге школы, где невозможно работать на улице. Я уже говорила, что в одной школе там вообще нет возможности, рядом не совсем приятная зеленая зона и так далее. Но все-таки это неправильно указать на какие-то проценты. В-третьих, то, что учеба изменится не только потому, что пандемия или чрезвычайно, или какая особенная ситуация, то, что учеба и способ, и вид, как ученики будут учиться, изменится, это тоже ясно. Но я не совсем согласна, что опять министерство указывает обязательные проценты, где указывает там не меньше пяти процентов или какой-то пример, сколько учиться удаленно. Это опять неправильно, потому что есть разные подходы, есть разные технологические возможности. И я все-таки, ну мой опыт показывает, что лучше всего новые идеи, новые ситуации, изменения внедряются, если дать тем, на которых это относится, дать возможность им выбрать свой путь и свой такой рацион, если можно сказать, работать. Да, вот еще такой вопрос, он, наверное, касается больше выпускных классов, но что касается девятого, мы знаем, что там будет диагностическая работа вместо экзаменов, двенадцатый, но вот выпускники школы, их родители, конечно, очень переживают, поскольку тяжело, наверное, готовиться к государственным экзаменам, но фактически это экзамены на всю жизнь все-таки, это идет в документ, аттеста, централизованные экзамены, и нет возможности даже получить такие, ну, индивидуальные, наверное, можно как-то договариваться, но мы понимаем, что учителя тоже, наверное, не будут по 60 раз каждому из учащихся встречаться и объяснять одно и то же. Что бы вы посоветовали в данной ситуации, может быть, действительно, правительству нужно как-то вот, по крайней мере, к выпускникам школам подойти более гибко? Ну, опять, я рада, что экзамен для девятого класса не будут, это правильно, потому что ученики почти год не учились, но, если можно сказать, в нормальном виде, то есть не удаленно. Насчет двенадцатых классов, я посмотрела на опыт других стран, и есть некоторые страны, где уже и, ну, теоретики образования тоже об этом говорят, что и в двенадцатых классах, ну, не совсем нужен экзамен, потому что есть возможности, как решить ситуацию, например, в УЗИ могут как бы другие экзамены или переговоры организовать, и не обязательно экзамен, но если государство не отказалось от централизованных экзаменов, это, конечно, опять мы видим, что министр как бы пытается, ну, получить какую-то помощь от кабинета министров, от своих коллег-министров, но не получается. Наверное, способ или те предложения не совсем совпадают со взглядами эпидемиологов и Министерством здравоохранения, но я бы посоветовала все-таки, ну, во-первых, если родители волнуются, то говорить с классным руководителем, говорить с директором, говорить с школьной администрацией, как и что ученик может делать, чтобы лучше подготовиться, это вопрос совместной работы учителя и ученика, то есть класс и учитель, я думаю, что там ответы будут, как лучше подготовиться, ну, и, наверное, все-таки почаще пользоваться индивидуальными консультациями. Я не думаю, что не заочно, но я думаю, что с технологическими возможностями тоже могут происходить консультации индивидуальные, если нужно, или по группам. И, в-третьих, наверное, я бы, если была учителем, не дай бог, конечно, сейчас, но если я была бы учителем, я бы организовала одну такую Zoom-встречу, я думаю, что коллеги уже это делают, где ученики рассказывают, как они работают, как они учатся, как они подготавливаются к экзаменам, чтобы вот этот опыт одноклассников, может быть, был бы самым интересным для самих учеников. Родители, конечно, ну, я думаю, что все поддерживают своих детей, чтобы они были эмоционально немножко спокойны. В этот раз, наверное, стресс совсем не нужен, чтобы они посмотрели, сделали ли ученик, то есть ребенок, свой какой-то план, как он подготавливается к экзаменам. Это очень нужно, это очень важно. Во-первых, не только какие экзамены выберет ученик, может быть, дополнительный, но все-таки сделал свой дневной план, свой план на неделю, как он лично сам подготавливается к экзаменам. И потом я, наверное, бы спросила, сколько консультаций тебе нужно, может быть, в школьном порядке, то есть это возможно сейчас, или все-таки на платформе Zoom, например, или какие-то платформы школы использовать, все-таки индивидуальные или групповые консультации нужны. И если есть такой план для ученика, то, наверное, поспокойнее и родителям, и самому ученику. И думаю, что школа тогда бы знала, какая именно помощь еще дополнительно нужна, если видно, что, например, по математике, либо по английскому, либо по другим предметам нужна еще конкретная помощь по конкретным темам, может быть, или по конкретным вопросам. Теперь все зависит от того, как школа, сам ученик, и как родители помогут организовать вот эту совместную работу, и немножко это все-таки личное. Да, если мы говорим вообще о политике правительства, но только в последнее время правительство начало думать о какой-то материальной помощи, мы знаем, их уже назвали вертолетные деньги, это 500 евро на каждого ребенка, ну, еще 200 евро пенсионерам. Если вот чуть-чуть обобщать, вы же внимательно анализировали деятельность правительства и сеймовского большинства. Как вы все это оцениваете, и что, на ваш взгляд, правительство сделало в корне неправильно? Должна сказать, что, может быть, слава богу, хоть такая помощь от правительства придет и сейчас идет для разных групп наших жителей, но одно из наших предложений и совместно с коллегами с оппозиции мы предложили, что не только там одноразовая 500 евро помощь должна быть, но должна быть ежемесячная какая-то сумма каждый месяц для помощи родителям для ребенка. И каждый месяц такая сумма должна быть, потому что одноразовые 500 евро это показывает только, ну, с одной стороны, может быть, показывает, ну, нужно помочь экономике государства, но это неправильно. Это все-таки пособие для ребенка. Во-вторых, я не сторонник того, чтобы указывать на что и почему и как тратить эти деньги. Это неправильно. Родители сами знают, сами могут выбрать, что актуально, или, может быть, откладывают эти деньги уже для учебы в вузах или разные варианты, я слышала. Но я не сторонник того, чтобы кто-то указывал, что это пособие для ребенка должно тратиться, например, на покупки компьютера. Это неправильно. Я сторонник и не однажды, и не только один раз уже об этом говорила и в Сейме, в том числе с Сомбудом, то есть с господином Янсоном, который теперь опять отвечает за наше общество и благо общества, указывала, что все-таки, если государство указывает, что учеба идет отдаленно, обязательно, и это какие-то проценты будут и в нормальном процессе, если можно так сказать. Тогда это ответственность государства. Государственные деньги должны быть найдены и трачены для того, чтобы в школе было компьютера столько, сколько нужно для каждого ученика или для каждого учителя, и для ученика, в том числе пользования уже дома. Потому что одним телефоном, маленьким телефоном, уже недостаточно, чтобы учиться качественно. Если при этом Сейм сделал какое-то новое направление, что у нас теперь очень важно, чтобы было качественное обучение, тогда уже, пожалуйста, дайте инструмент, то есть технологии, это уже забота государства. Это не забота только самоуправления, как училить детей из школ, но это не совсем приоритетная забота родителей, хотя многие родители, конечно, об этом уже позаботились, но это государственная ответственность, если есть такая реформа. И те финансы, которые отведены для покупки технологий, мы знаем, что это не совсем удачно, это, конечно, недостаточно. И я жду, когда Министерство образования и науки предложит не только какие пустые изменения в законах, но предложит основанный финансовый план, как они будут покупать технологии для школ, учеников и учителей. Это самое главное, по-моему. Мы знаем, что и в будущем технологии будут играть очень важную роль, не только чтобы была возможность участвовать в учебном процессе, то есть учиться, но и качественно учиться. И не только телефоном, не только планшетом, это уже недостаточно. Это, по-моему, самая главная задача Министерства образования. Во-вторых, ну, мы видим, что актуальность на этой неделе появилась, это зарплата учителей. Именно эти часы идут и конференции профсоюза, ЛИС, да, и именно об этом. Я думаю, это очень важно. Да, мы знаем, что в апреле, по крайней мере, так нам правительство обещает, что начнется вакцинация и педагогов. Вы вообще верите в этот процесс, поскольку, ну, до сих пор нам, так мягко говоря, похвастаться было нечем? Я знаю, что, я думаю, радиослушатели знают, что вы работали долгие годы на госслужбе, но вот на ваш взгляд, как такое могло произойти? Вот уже второе служебное расследование, каких-то протоколов нет. Кто отвечал конкретно за закупки или не закупки вакцин, неизвестно. Такое вообще может быть в госуправлении? Должна сказать, что, хотя бывший министр уже как бы огласил свою политическую ответственность, но я все-таки думаю, что это ответственность чиновников самых высших постов. Это госсекретарь за это отвечает. Я знаю, как это можно организовать, это ответственность высокопоставленных чиновников Министерства здравоохранения. Это ясно. Это ясно. Но мы несколько раз писали письма и требования к премьеру и в том числе к министрам, нынешнему министру здравоохранения, простите. Но ответы опять пишут чиновники, они показывают, что, во-первых, никто не ответственный, и, во-вторых, все-таки за какое-то решение, решение это самих министров, министр кабинетов, то есть они сами за это отвечают. Но это два таких полярных взглядов, что весь кабинет министров ответственный за это, и лично премьер, и лично, конечно, министр здравоохранения, но все-таки, если посмотреть на то, что вы спросили, я вижу, что это ответственность государственного секретаря министерства. Они, он за это, и он, или она за это отвечает, и он, и она должна и об этом отвечать. И они думают, что это, может быть, но это уже не наше решение, это не совсем, может быть, вопрос прокуратуры, но это вопрос самой министерства, то есть министра, он должен принять меры. Но я надеюсь, что на второй неделе апреля Латвия получит какое-то количество вакцин. Я надеюсь, что сеньоры этим воспользуются, но я надеюсь и на третьей, что все-таки семейные врачи получат возможность вакцинировать тех, которые хотят без каких-то приоритетных групп. Я надеюсь, что получат возможность и, если можно сказать, рабочие коллективы вакцинироваться, и в том числе тогда уже школы и педагоги. Но мне непонятно, почему в приоритетную группу не входило педагоги детсадов, потому что они, если они это хотят, конечно, они работают все время неудаленно. И в-третьих, я не знаю, выберут ли люди вот эти централизованные места для такой общественной вакцинации. Все-таки я сама уже говорила с семейным врачом. Я думаю, что все-таки мы выберем семейные врачи. там, где мы знаем, кто нас вакцинирует, как, и, может быть, мы можем даже, если есть две вакцины, то можем выбрать которую из них. Я не верю, что люди потянутся на вот эти большие места. Может быть, это будет, возможно, в маленьких или в других самоуправлениях. например, Саласпилс уже знает, где это можно организовать, и они готовы это делать. Это уже другой, по-моему, выбор, потому что мы, наверное, выберем там, где поближе возможности и там, где нам удобнее, если мы выбрали вакцинацию, процесс вакцинирования, то нам, наверное, все-таки я могу хотя бы в этом случае сказать, что я хочу и как, и когда я хочу. Ясно, что молодые люди ждут, они хотят путешествовать, они устали сидеть в заперти, если можно сказать, и поэтому я повторяю, по-моему, уже опоздали и слушая их самих и весь неудачный процесс, опоздали с тем, чтобы определить, там будут какие строгие и приоритетные группы. Нет, я думаю, что нужно предлагать всем, которые хотят, ну, можно сказать, что сеньорам, педагогам, ну, медики почти уже это сделали каким-то группам, это в первую очередь, но все-таки, если кто-то отказывается, вместо него может прийти тот, кто верит и кто хочет. Политика насчет вакцинации, я думаю, действительно оценивается как неудачная, там, яхко говорит. Да, вы правы, наверное, здесь вот наблюдаются постоянно какие-то противоречия, с одной стороны, правительство говорит о том, что, ну, старайтесь минимально посещать торговый центр, а сейчас хотят организовать массовую вакцинацию в этих выставочных залах и говорят, что, вы знаете, должна быть большая парковка, но это что значит, мы сгоним толпу людей на эту вакцинацию, которая еще не имеет иммунитета, и что же будет в результате? Ну, такие противопоставленные решения, и вчера мы все смотрели, что как бы отменяется наша ситуация, но только министр кабинета сейчас будет отвечать за все, и опять ограничения нелогичные, они не совместно согласованы, они действительно хаотичны, отдельные поступки, которые не работают в системе, я думаю, что мы все это видим, мы все это видим в середине жизни, что нет такой системы, нет анализа, почему это возможно, это невозможно, я до сих пор не понимаю, почему маленькие предприятия или маленькие магазины не могут работать, они строже всего будут соблюдать все... Конечно, там можно даже по одному чеку пускать в магазин, да? Да, если это ну, была такая шутка, даже не шутка, наверное, уже из жизни, что если 25 метров и один человек, и это тот, кто стоит и продает, это не совсем логично, но ясно, что маленькие готовы к этому, почему они должны ждать? Во-вторых, интересно, если министр здравоохранения вчера на комиссии социальных дел сказал, что в Европе цифры очень-очень идут вверх, мы опять говорим о другом. Это, ну, это нелогично, это, ну, непонятно, это, ну, непонятно всем, и депутаты, конечно, пользуются возможностью, спрашивают об этом, но ответов нет, ответов просто нет. Что-то чиновники напишут и пишут, ну, например, сами виноваты, но ясно, что нет, что ответить. И опять, я в этот раз, я не вину чиновников, если у политиков нет в голове план, или есть какие-то разные идеи, которые нужно для себя как-то поставить, то на этот раз чиновники, наверное, не ответственны, но я думаю, что все-таки эпидемиологи и те, которые отвечают за пандемию и ситуацию и анализ датов, они должны говорить больше, они должны давать свои данные, не только там сколько заболели, сколько умели и так далее, они должны давать уже данные в других ракурсах, какие профессии, какие места, почему, может быть, какие-то в конкретных самоправлениях есть разные возможности работать, я радуюсь, что есть региональный подход, но все равно опасаюсь тому, что министр кабинетов, который каждый министр смотрит на свою отрасль и как бы тянет на себя и не интересуется, как это влияет на другие сферы, что все-таки постановления кабинета министров будут именно такие, какие были до сих пор, и все-таки надеюсь, что мы как здравые смыслыщие люди в повседневной жизни выберем для себя лучший вариант, но мне очень жаль, что мы должны вспоминать какие-то предыдущие навыки и иногда и, если можно сказать, говорить одно, делать другое, также это получается как лгать себе, зачем это, зачем, почему. Евгения Папова у нас на прямой связи, депутат Сейма, оставайтесь, пожалуйста, на связи, буквально на минуту мы прервемся, короткая пауза и продолжим разговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Может быть, вы тоже обратили внимание, что интерес общества к Сейму несколько снизился. Конечно, это все можно списать на пандемию, но вот когда говоришь с политически активными людьми, они говорят, ну, здесь же такой хаос, ничего не понять, какие-то бесконечные внеочередные заседания, одно заседание не закончилось, начинается какое-то другое, часть вопросов рассмотрели, как вы сами не запутаетесь во всей этой ситуации, что происходит, на мой взгляд. Так, мы вас не слышим. Что-то со звуком мы вас почему-то не слышим, да? Нет связи, может быть, что-то... Да, все в порядке теперь, да. Простите, за эти два года, конечно, это небольшой опыт, но ясно, что такой хаос, что вдруг в среду у нас пленарное заседание, в четверг я уже привыкла, что у нас пять-шесть заседаний, которые прерываются и вдруг другие. Конечно, ну, один объективный вопрос есть, если министр кабинетов принес нам какое-то новое изменение по закону COVID-19 или по чрезвычайной ситуации, то ясно, мы можем прервать работу и смотреть на те предложения, которые принесло правительство, но ясно, что такой хаос, но это диагноз, это просто диагноз, и я понимаю, что те люди, которые слушали наши заседания, теперь действительно могут не понять, о чём, что происходит, но должна сказать, что если есть вопрос об образовании, то те, которые заинтересованы в каком-то, в каких-то положительных изменениях, положительных изменений в законах об образовании, те слушают, и есть очень активная конверсация и с помощью телефона и других связей, они слушают и они посылают свои предложения, я рада, что хотя бы так я могу помочь тем профессионалам, которые не совсем согласны с тем, что сейчас происходит, например, в высшем образовании, но ясно, что оппозиция в этом сайме имеет очень мало возможностей что-то сделать, мы можем говорить, это мы делаем, мы можем внести свои изменения, свои предложения и просто ждать, когда правительство или какая-то сила из коалиции возьмет этих предложений и внесет как свои, это сейчас происходит, если мы смотрим на предложения тех же самых 200 эйро для сеньоров, для учителей пособия, это происходит, но очень-очень медленно и это утомительно, потому что помощь нужна быстро, правительство должно действовать очень быстро, СЕМ должен действовать очень быстро, не только по таким пустым изменениям, не только чтобы сказать, что мы не можем делать, но мы должны интересоваться в том, что мы можем делать в такой ситуации, но конечно этот СЕМ войдет в историю своим хаосом, своим как бы не совсем организацией, я не знаю, я бы не руководила так, но наверное люди, которые работают, они заинтересованы, либо по-другому не могут, это не только слушателям трудно, но и нам очень иногда не смешно, конечно. Да, вот сейчас обсуждается, я знаю, что вы тоже активно участвуете в дебатах, уже несколько месяцев, вот этот закон по Ауцколу, фактически закон о высшей школе, понятно, что закон сложный, наверное, нам не хватит времени в эфире все это обсудить, но что нужно знать на ваш взгляд радиослушателям, поскольку авторы закона постоянно говорят о том, что да, нужно упорядочить работу вузов, повысить качество образования, это вообще как-то связано с качеством образования в вузах или это такие, не знаю, игры политические? И то, и другое, с одной стороны, если будут у вузов новые советы, где будут люди, которые могут привлечь финансы, могут привлечь идеи, могут привлечь, ну, какие новые силы, это с одной стороны, ну, как бы позитивно, мы сначала смотрели на это позитивно, но посмотрим, как это произойдет, потому что государственные деньги не увеличиваются, там будут уже трачены фонды Европейского Союза. Вопрос в том, если у нас есть какая-то реформа, то должны быть и государственные финансы, то же самое, что я говорила о школьных финансах для школ, для учеников насчет технологий. Пока я вижу, что это изменение не приносит никакое влияние на качество, это создает опять реформу и, можно сказать, слишком много вопросов без ответов, даже Министерство образования не может ответить на рациональные, нормальные вопросы, как это будут действовать, потому что одна реформа сейчас, другая реформа через год, еще одна реформа через два года, это показывает, что нет системного подхода и что Министерство не видит систему и как это будет развиваться. И то, что мы можем делать, ну, мы можем как бы дискутировать, и это удается в комиссии, это удается в комиссии, то есть какое-то влияние есть, изменить, чтобы хотя бы несколько изменений, которые будут, были бы рациональными. Ну, например, чтобы те вузы, которые будут теперь как бы научные вузы, получили дополнительные финансы, и мы видим, что такие будут не из госбуджета, но из европейских фондов, но это тоже важно. Мы видим, что постепенно внимание показывает на научную деятельность, то есть на науку, как это очень важно для нас. Но я даже не могу слушателям сказать, какой будет рациональный хороший результат, результат, но могу успокоить, учитесь в латвийских вузах, качества хорошие, что бы там ни говорили политики, что бы ни говорили, выбирайте для, выбирайте то, что вы хотите учиться, и это уже самое главное, мотивация, самое главное, выбирайте то, что вам нравится, но смотрите на то, что можно, ну, выбирайте такую профессию, где все-таки есть работа, не только то, что очень нравится, но выбирайте, где есть работа, будьте немножко прагматичны. Да, это очень важно. Общество нам поможет, то изменение может и карактироваться после два года. Я оптимично на это смотрю, оптимистически на это смотрю и думаю, что если это только изменение на бумаге и вступает в силу через несколько лет, то есть время еще исправить. Да, вот что касается вузов, еще, наверное, такой вопрос, который сейчас стал актуальным, внезапно Министерство образования, комиссия Сейма по образованию в срочном порядке пытается исправить вот этот закон об образовании, касаемый языка вузов, и, по крайней мере, авторы утверждают, что таким образом они пытаются исправить вот те замечания, которые Конституционный суд принял, да, но я так понимаю, что там не все так просто, и я так посмотрел редакцию, конечно, нужно углубиться, мне не кажется, что вот таким вот образом выполняется решение Конституционного суда. Верно, верно, соответственно, если указало, что нужно найти альтернативные подходы именно для частных вузов, чтобы в этих вузах можно использоваться не только в учебном процессе, не только языки Европейского Союза, но и другие, и это, конечно, будет острые дискуссии, и я опять поэтому говорила, что профессиональные люди следят за этим, и есть ассоциации частных вузов, они сегодня встречаются и будут очень острые дискуссии именно насчет частных вузов, чтобы не только на языках Европейского Союза могли учиться именно в частных вузах, но и могли бы пользоваться другими языками хотя бы на одну пятую часть. Я надеюсь, что это будет услышано. Сатурс Мстиса не сказала, что весь процесс только на латышском языке, но сказала, вы можете найти и дискутировать насчет альтернативных вариантов. Этих вариантов министерство нам не показало, дискуссии не было, и мы будем требовать, хотя решение будет очень быстрым, но мы будем это уже смотреть на пленарном заседании по-моему через две недели, но все-таки будем за это стоять. Я знаю, что коллеги подали и в европейский суд этот вопрос, и я знаю, что некоторые государства тоже защищают возможность учиться не только на европейских союзах, на языках европейского союза, но и других языках. это ясно, что это конкурентоспособность вуза, и это экспорт образования, это очень важно. Вы практически сказали то, что я хотел сказать, ведь на самом деле здесь есть и очень большая коммерческая составляющая, мы на свободном, по крайней мере, европейском рынке образования, если мы говорим студентам, в том числе и стран третьего мира, или не стран Европейского союза, что вы за свои деньги не можете учиться примерно на том языке, на котором мы можем преподавать, в частности на русском, может быть даже в будущем и на китайском, то мы тогда говорим студентам, что уезжайте из Латвии или не приходите к нам со своими деньгами учиться, но мне кажется, это в корне неправильно. Это показывает, что, например, если Эстония захочет открыть филиал в каком-то вузе своего вуза, это тоже не будет возможности, если они придумают пользоваться каким-то другим языком в учебном процессе, и я надеюсь, что, если не Латвия об этом будет говорить, то будут и, может быть, другие взгляды уже после Европейского суда. Но жаль, конечно, что кто-то другой за нас решает, я думаю, что не Латвия сама решает об этом и не видит перспективу, но я могу сказать, что эти предложения, которые министерство принесло, мне знакомо, я читала такие в 2018 году, это предыдущий министр об этом говорил, но ситуация теперь другая и экономическая ситуация совсем другая, и возможность учиться удаленно и в вузе тоже нужно иметь в виду, то есть мы можем жить в Латвии, учиться в другой стране, на другом вузе, не выезжая от Латвии, и так мы будем потерять и своих студентов, и это не только коммерция, это уже вопрос о том, где будут работать наши выпускники и вузов, мы же хотим, чтобы они все-таки выбрали наши вузы и работали на благо Латвии, и я думаю, что многие молодые люди так и хотят. Может быть, такой последний вопрос, он связан с предстоящим событием, важным, муниципальные выборы 5 июня, которые пройдут по новой системе, уже в свете административы территориальной реформы, 41 самоуправление, мы знаем, совсем недавно было решение Конституционного суда, на ваш взгляд, вообще эти муниципальные выборы, они как-то будут какими-то особенными, они как-то вообще повлияют на расклад сил на выборах, к примеру, в 7 уже через, в октябре следующего года, или это такие несвязанные вещи? Ну, мои коллеги с большим опытом говорят, что всегда выборы в самоуправлении показывают, каким будет сейм уже через год, на этот раз я не согласна этим, наверное, показывает, будут, покажут силу тех партий, которые сейчас существуют, это борьба их между собой, но мы же читаем, что появятся и будут новые партии, я думаю, что 14-й сейм будет еще интересней, и думаю, что новые игроки появятся, и они будут сильные, и что, повторюсь, выборы самоуправления большинство это борьба между нынешней коалицией, между собой, надеюсь, что некоторые партии не получат голоса, и это ставит выбор за новые партии, и это всегда Латвия традиционно, но на этот раз я вижу, что есть довольно серьезные уже высказывания, серьезные планы для новых партий, и я надеюсь, что все мы посмотрим на новые партии, но почитаем и прочитаем их цели, не только лозунги, но не только смотреть назад, но и то, что предлагается на будущее, и как это профессионально можно сделать. На этот раз я не говорю насчет выборов самоуправления, но насчет выборов сайма, я бы говорила, читайте, следите не только за тем, что говорят, но что и пишут, и что предлагают, как развиваться Латвии, так что ответ такой с двух сторон. Да, спасибо большое, будем следить, авиапаповый, депутат сейма, у нас было на прямой связи, большое спасибо. Спасибо вам, всего лучшего.